сказки они пришли к нам из глубины веков они бывают веселые и грустные страшные и смешные они знакомы нам с детства с ними связаны наши первые представления о мире добре зле справедливости а вы знаете сколько сказок на земле я думаю что очень много не есть у каждого народа сказки эти очень похожи но каждая из них уникальна и имеет свою историю сочиненные народными сказителями чудесные истории передавались из уст уста из поколения в поколение потом пришло время когда сказки стали собирать и записывать все знают русскую сказку волк и семеро козлят а знаете ли вы что у этой сказки есть свой аналог румынская сказка коза и три козленка а вот в одной английской народной сказки главного героя зовут джонни пончик а попробуйте назвать русскую сказку которая похожа правильно это а знаете ли вы что золушка жила не только во франции в сказках народов азии тоже есть история о потерянной туфельке и найденном семейном счастье а змей горыныч думаете этот страшный персонаж есть только в русских сказаниях вовсе нет драконов и огнедыщущих змеев можно встретить и в сказках европы а вот на востоке летающие чудища не злобные монстры а положительные герои а вот основой для сказки о рыбаке и рыбке александра сергеевича пушкина послужила сказка братьев грим рыбак его жена ну все вы знаете сказку про муху цокотуху а вы знаете что такое слово цокотуха слово цокотуха означает болтушка похожи правда а сколько установлена памятника сказочным героем например копенгамени открыт чудесный памятник русалочки самаре памятник бурати в городе долгопротный это московская область памятник золушке нью-йорке установлена скульптура которая посвящена сказке алиса в стране чудес а вот в городе бремени находится скульптурная композиция которая посвящена угадайте правильно бременским музыкантом немецком городе швар где братья грим написали свою историю про красную шапочку есть памятник красной шапочки и серому волку а еще здесь есть очень интересная традиция все девушки на праздники носят красные шапочки а юноши маски волков предлагаем прослушать сказки народов мира которые были повлины участником театральной студии эхо руководитель людмила геннадьевна чернышева центра развития творчества детей и юношества поляриса города мочегорска приятного прослушивания